Как выучить формулы по математике? Привет, я Эльгиз Сабиров. В этом видео я расскажу, как выучить любые формулы. Математические, физические, химические, по химии. Без зубрёжки и практически за один просмотр. А ещё мы вместе с вами запомним пару формул за один взгляд. А перед просмотром ролика хочу сказать, что у меня есть ТикТок, и ещё есть Инстаграм. А, нет-нет, я не то хотел сказать. А перед просмотром ролика хочу сказать, чтобы вы написали в комментариях, какие именно формулы вам задают учить и по какому предмету. Напишите в комментариях прямо сейчас. Возможно, именно на эту тему, но какую больше будет комментариев, я напишу отдельное видео. Ну и лайк поставьте заранее. Как говорят учёные, кто заранее ставит лайки, тот и пользы с видоса получает больше. Думайте, сэр. Вот тут опрос. Проголосуйте, пожалуйста, чтобы я знал, кто моя аудитория. Школьники, студенты, учителя, родители или просто взрослые люди. Чтобы я знал, на какую тему делать больше видеороликов. Начали. Для того, чтобы запомнить любую непонятную фигню, которую наш мозг не воспринимает, нужно запоминать с помощью визуального канала восприятия. Я написал целый курс по запоминанию фигни и знаю, о чём говорю. Вот это не фигня. Это можно легко запомнить. Но не говорите мне, что вот это не фигня. И легко запоминается. Это ещё какая фигня. И эту фигню нужно сделать не фигнёй. То есть превратить в картинку. Тогда она очень легко запомнится. Давайте парочку формул выучим вместе, чтобы вы поняли, как вообще запоминать формулу. Для практики возьмём несложенную формулу. Формула Ньютона. Фма. Или F равно ма. Или сила, приложенная к точке, равна массе точки, умноженная на ускорение этой точки. Первый шаг, чтобы запомнить формулу, нужно понять формулу и её работу. Понять её изнутри. Делается это так. Представьте себя малышом, которому 4 годика. И он рассуждает так. Хм. У нас есть ускорение. То есть ускорение, скорость. Что-то движется со скоростью. У нас есть ускорение. И если умножить её на массу, то есть вот ускорение, допустим, чашки, мы умножим на массу этой чашки, то получится сила приложения к материальной точке. Масса у нас, скорость, сила приложения к материальной точке. В принципе, это понятная формула. Поняли? Главное понять первым шагом. Всё же поняли? И тут у нас идёт второй шаг. Запоминание этой формулы. Самое моё любимое. Представьте себе картинку в уме. Филин моет арбуз. Получилось? Вот и запомнили. А при чём тут филин, казалось бы, да? И зачем он моет арбуз? Буква F – это филин. Мэ моет, а арбуз. Филин моет арбуз. У меня, если что, есть курс развития памяти, в котором я рассказываю, как вообще любую информацию за один раз запоминать. Оставлю ссылку в описании. И идём дальше. Возьмём формулу Эйнштейна. Е равно МС в квадрате. Или энергия, равная массе, умноженной на скорость света в акуме. Первый шаг. Превращаемся в ребёнка. И думаем над формулой, как ребёнок. Так. Получается, у нас есть энергия. Чтобы получить энергию, надо взять массу и умножить на скорость света. То есть, взять массу, умножить её на скорость света, и получится энергия. Ну, в принципе, так. Понятно, что надо делать. Формула понятная. Превращаемся снова во взрослого человека. И делаем шаг два. Запоминаем. То есть, превращаем в картинку. Ёлка моет двух собак. Ей ёлка, мэ, мыть. И С, собака, да, там ещё в квадрате же, получается, две собаки. Представьте эту картинку в голове, как ёлка моет этих двух собак. Представили? Значит, запомнили. А также, запомнив 10 хотя бы формул, вы поймёте, что с практикой вы будете запоминать формулу таким образом, даже быстрее, чем с зубрёжкой. Особенно, если вы будете запоминать длинные формулы. А теперь проверим, как вы запомнили. По памяти напишите в комментариях. Сначала формула Ньютона, которая начинается на Ф. Потом формула Эйнштейна, которая начинается на Е. Напишите прямо сейчас. Вы таким образом закрепите в долговременной памяти. А во-вторых, сделайте себе проверку. И спасибо за просмотр. Надеюсь, что у вас всё получилось. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что ещё вы хотите запомнить, какое видео сделать. Потому что о запоминании я знаю абсолютно всё. Однажды я даже номер телефона полиции смог запомнить. Всего лишь за три минуты. Не верите? А вот смотрите. Номер полиции 03. Не верите ещё. И тут я понял, что звук, оказывается, не записывался. Пришлось ставить звук с телефона, с эхо. Спасибо за просмотр.